здравствуйте друзья меня зовут Олег Ранзивилов канал cool history рубрика глава профессора что если я вам скажу что в средней полосе россии есть своеобразный аналог великой китайской стены тоже огромная стена протяженностью несколько десятков километров которые устроили много-много-много лет и во всех деревнях вот по ходу этой стены есть легенды о том что именно в их деревне зарыта бочка с сокровищами обязательно поверите мне нет вот оставайтесь с нами сейчас мы все об этом вам расскажем у нас сегодня в гостях александр галатвин археолог человек который пол жизни прожил на валу за огородом он у тебя был вот и во многом это и сподвигло тебя стать наверное археологом что такое татарский вал о чем идет речь ну во первых привет во вторых во вторых душу значит татарский вал татарский вал это огромная ров и вал вал это не вал это вал и ров это вообще система укреплений это целая такая черта в древности называлась чертой защитная черта у нас она говорят засечной чертами засечная черта это было чуть севернее топаки разберем сейчас и рязань и так далее но у нас была своя белгорода называлась белгородская тоже белгород была главным главным городом во всем этом укреплении это огромная линия укрепления которая протяженностью было около 800 километров 800 километров 800 километров. Она начиналась в Тамбовской губернии, от города Мичуринска, современного Козлова, и заканчивалась на территории современной Украины, значит, вот 800 километров. Когда строили? Ее строили около 50 лет. Ну, на самом деле, больше, то есть, на самом деле, с 30-х годов, с 17-го века эту черту строили, но ее постоянно перестроили, но где-то... Это как, чтобы мы понимали, кто правил страной в этот момент? Ну, это, значит, сначала Михаил Федорович, потом Алексей Михайлович. А, Первая Романова. Да, Первая Романова. И откуда появилась необходимость строить вот 800 километров вала и рва? Это расширение русского государства. Это включение нашей территории, вот Черноземья, да, включение в состав московского государства. До этого эта территория тут кочевники хозяйничали, то есть, вот, монголы там, татары, да. Неужели в 17-м веке еще были монголы, татары? Да, крымские татары были, нагайцы. Крымские? Крымские татары. Крымские татары доходили вот сюда. Да, они претендовали на эту территорию. Я в прошлом году ездил в Крым на машине. Татары не видел, да? Я чуть не умер вообще ехать, это очень долго. А я представляю, я ехал и думал, а вот если бы я был татарином, крымским татаром в 17-м веке, то так сюда идти месяц будешь. Для них это проблем не было, на конях. Их задача, им нечем было кормиться, там очень проблема была, то есть часто голод был, то есть там сельское хозяйство слабо развито. А здесь вот они нападали. Здесь, конечно, в это время уже не было угрозы государства. Это, как сказать, такая пограничная линия. Но главная задача противостоять была кочевникам, нагайцам, татарам крымским. И поэтому, ну вообще, 800 километров это только одна линия. А, собственно говоря, к этой белгородской черте примыкала потом, со временем построена в 80-х годах Изюмская черта, это территория Харькова современного, вот эту территорию охватывала от Белгородской области. От, со стороны Тамбова, Тамбовский вал, и начиналась Симбирская черта. Симбирская черта шла туда дальше, значит, это Пенза, Ульяновск, там туда, значит, Саратов дальше. А там уже дальше шла Закамска, что-то. То есть это тысячи километров. Это у нас, ну, вся территория, да, была вот как-то вот так? Вот где, значит, Московское государство соприкасалось с кочевниками, там строилась такая линия. Это не значит, что это все тысячи километров шел вал, ров там и так далее. Нет. Ну, это огромные просто массивы, да, то есть, но все равно у нас где-то вот в Белгородской черте из 800 километров, порядка 150 километров, это были земляные сооружения. Это валырвы. Так это система крепостей и естественные преграды. Ну, сама по себе река Дон, река Воронеж для конницы является преградой. Поэтому ставились... Где-то вдоль реки ставили, где-то, где нет реки. Ставились крепостя. Самое главное – это города-крепости. Многие города, например, вот Воронеж, Белгород, Тамбов, там, да, возник. У нас многие города, вот Сокольск на территории Липецка, Романов, Усмань, значит, дальше там Орлов городок был, значит, ну и так далее. И так дальше, то есть, многие города Воронежской губернии, там, они возникали именно как крепости. И вот там был гарнизон, были крепости, где жил гарнизон, были городки дополнительные жилые, укрепленные на этой черте, где жили тоже гарнизон. Были городки, которых не жили, просто там стража могла остановиться и как бы противостоять, значит, татарскому вторжению. Вот, это такая, это целая система, это глубоко эшелонированная оборона рубежей, то есть, это такая, значит, ну, аналог современной границы, да, укрепленная. Только сегодня там камеры снимают, там, значит, всякие датчики, а здесь люди были. Я вот в своих словах прослеживаю два момента. Во-первых, это оборона, а во-вторых, это заселение. Конечно. Потому что строили города, ну, маленькие, но они потом разрастают, тот же Воронеж, да, его же построили как крепость гарнизоновая. Это вот два момента, и оборона, и заселение. Это памятник, вот эта черта, да, вот, например, у нас в области есть Усманский вал, 30 километров валов и рвов. Он сейчас стоит, он сохранился. Сейчас сохранился, прекрасно. Значит, там было две линии этого вала, то есть, новая, старая, одна стала, разрушилась, ее оставили там, новую перед ней еще насыпали там, между ними и поставили еще дополнительные там надолбы. То есть, это целая система, вот. Вот, но главная задача была вовремя увидеть, что, значит, идет отряд татар и сообщить в крепость, чтобы их вышли и им противостояли. И очень часто была ситуация какая-то, то есть, нужно было иногда, ну да, проспали, они прорвались там, захватили. И в 17 веке задача татары была уже просто угнать скотину, угнать полон, чтобы потом продать в рабство. Поэтому вторая задача, чтобы это, отбить полон. Поэтому эта черта, она играла еще другую роль важную. То есть, татары проходили препятствовать быстрому проходу большого отряда. Человек без коня мог пролезть через эту черту без всяких проблем особых. Значит, задача не пройти к коню. Поэтому там такие копались рвы, где на коне обязательно конь себе сломает хребет, если он через этот ров полезет. Ну, а какой чистокол еще? Чистоколы, дополнительные чистоколы ставились, да. То есть, ну, здесь как бы не было такой прям мощной обороны, когда там против пушек. Татары, не татары, луки, арканы там, да, то есть, вот, сабли. То есть, если в пушке крепость, то это супер, супер крепость. Ну, да, ну, на самом деле, потом, значит, в конце 17 века вот уже стало больше использоваться земляные укрепления. Потому что земляные укрепления, они уже роль играют, они более эффективны даже, чем каменные, значит, крепости против артиллерии. Поэтому вот это тоже, ну, это потом дальше трансформировалось, это такое развитие уже в Петровскую эпоху, там уже совсем другие типы крепостей. Но они зародились в 17 веке, вот эти бастионы и так далее. То есть, это все вот такое развитие фортификации тоже достаточно интересно. Но у нас эта черта, для нас, для нашей территории, для Черноземья, это самая главная эпоха вообще, на самом деле. Потому что это эпоха вхождения в состав московского государства. Это аналог, например, ну, в Испании была реконкиста. Здесь то же самое, отвоевывали наши территории. Потому что эта территория, в древнерусское время здесь было население, славянские жили. То есть, были княжества. Да, потом был... Еленское тоже самое, да? Да, в монгольское время здесь были вассальные, значит. Еленское княжество, но был вассалом Золотой Орды. Но потом, в какой-то период, когда в Орде началась вот эта, значит, гражданская война, Великая Заметня, здесь стало жить невозможно. Потому что до этого была целенаправленная политика ордынских князей, княтих ханов. А здесь уже потом разлад, и все грабили, все, значит... Тут вообще просто турдом происходил. Да, гражданская война. И народ поэтому отсюда ушел. И потом встал вопрос, что это возврат этих территорий. Это исконные русские территории считались. Поэтому это такая наша русская реконкиста, так сказать, да, сюда вот эту территорию. Она аналогичная, схожая в чем-то колонизации Сибири. То есть, ну, там другая, значит, среда, то есть, другие масштабы, а здесь как бы мы возвращаем. То есть, вот русская реконкиста. Как технически это происходило? То есть, из Москвы писалась бумага, вот, надо вот войскам двинуться на 40 километров вглубь, поставить острог и заселить. Здесь, это вообще такой процесс, он тоже достаточно интересный и долгий, но мы не будем... Сначала были построены города-крепости. Воронеж, значит, Белгород. То есть, это в конце 16 века. Здесь была, вы можете сказать, по оке черта. Оттуда гарнизоны, значит, эту территорию постоянно мы пытались расшириться. Расширить, потому что это черноземные, значит, поля, значит, это хорошее урожаи. Вообще, у нас достаточно комфортно жить на нашей территории. И здесь, эти грады, стало понятно, что отдельные крепости, они не могут препятствовать. То есть, их спокойно. Татары не штурмовали эти города. Они их обходили, все, и как бы сидят наши крепости, а татары заходят и грабят. Поэтому стало, поняли, что нужно строить единую систему. Стали строить эту единую систему. Как это делалось? Конечно, это были целые проекты. Это государственная программа, так сказать, была, потому что по-другому это сделать было тяжело. То есть, местные не могли взять лопаты и пойти нас и перебивали? Здесь было очень мало местного населения. То есть, это же территория, то есть, надо что-то строить. Поэтому большинство, конечно, здесь шла колонизация. Были, появлялись населения, особенно там, Буовщина, здесь у нас потихонечку. Вот Донков, например, был построен одним из первых городов, так называемых городов на поле. Было населения, но было очень мало. И крестьяне, либо их, значит, там, землевладельцы, монастыри, кстати, тоже, да, были крупнейшими тогда землевладельцами. Они особо не стремились своих крестьян туда отдавать. Это же, значит, тут надо землю походить. Поэтому большинство валов, рвов насыпано самими же военными, так сказать, да. То есть, вот, драгунами там отряд приходит, он, собственно говоря, гарнизон крепости, он же строит эту крепость, он же насыпает этот вал. И он ее охраняет. Он же, да, его охраняет. То есть, здесь вот тоже были системы, и здесь, кстати, была определенная, пытались людей заинтересовать сюда, да. То есть, поэтому сюда собирался народ, который бегалые там, казаки, казаки, донские частично, что тоже на службу переходили, потому что тут, ну, можно было, как бы, ну, с армистией. А народ такой лихой, да, я так понимаю. Абсолютно. Здесь такие истории у нас, что, и главное, вот эти все крепостяки сидели воеводы. Воеводы, ну, где-то близко с сегодняшней нашей ситуацией. То есть, когда воеводу назначали, он два года был, а потом его переселяли в другой, значит, город. Ну, например, основатель Ельца, воевода, значит, Иван Мясной, он основал Елец и основал Тюмень, да, то есть, где-то вот. Тюмень. Да, вот так вот, да. Значит, вот такие вот ситуации. То есть, и они два года были для того, чтобы он был на кормлении, естественно. А заход-то не было? Нет, у Законина взятка, собственно говоря. Ну, да, все, что здесь собрал, а что-то и твое. Поэтому, да, чтобы он совсем, как бы, не, значит, наглел, его оттуда убирали, чтобы не обрастал, не укоренялся. Ну, два года, если воевода был хороший, то челобитную писали, могли на год оставить. Но, как правило, наши воеводы были челобитные обратные, то есть, что он там притесняет, ворует и так далее. Более того, эти воеводы разных городов. Некоторые такие были ушлые ребята, они организовывали банды, которые грабили соседних, соседние, значит, города. Была история в Усмане, когда воевода, значит, воеводу надо, сменили, приехал новый воевода, а старый воевод не уезжает. Он запил, значит, у него там компания, все хорошо, этот новый воевод пришел, он ничего не может сделать. Но он новый тут никого-то, а этот тут уже укоренился. Вот он пишет царю, там, ну, что-то надо сделать, не дает работать, тут, значит, безобразничает разными образами, пьет там и так далее. Вот такие, такая ситуация была. Поэтому было два воевода, то есть, часто, два воевода, которые, значит, ну, потому что один ушел с татарами воевать, другой там... А другой тут по хозяйству остался. Да, по хозяйству. Поэтому разные были люди. Были люди, которые, значит, из своих денег строили, значит, как, например, вот в Козлове там был воевод Бабарыкин, который крупный землеволоделец был. Он за свои деньги, то есть, что-то строил. Ну, как опять, ну, так же, как у нас сейчас примерно ситуация, то есть, царь-батюшка говорит, чтобы попасть в милость, так сказать, царю-батюшку... Надо найти инвесторов. Да, вот он был, выступал инвесторам за свой счет, значит, строил там какие-то, значит, укрепления ремонтировал, города там, значит, перестраивал там, да, то есть, как бы за свой счет. Но я думаю, что, конечно, он это как-то компенсировал, компенсация была. Да, то есть, ну, вот это, да, собственно говоря, есть определенные аналогии с современностью, так сказать, да, это система... А тех, кто нападал, от кого защищались, какие орды приходили, вот, ну, в тысячах, в миллионах? Здесь тяжело сказать, то есть, была ситуация, когда шел весь Крым, то есть, это, да, это тысячи людей, то есть, во главе с ханом, то есть, вот такие походы, ну, это очень, это в основном для 16 века, это для эпохи Ивана Грозного, когда мы Москву сжигали, там, Библиот Гирей приходил, сжигал, там, Москву-то брал, да, вот это, но в 17 веке, если мы говорим про белгородскую нашу черту, то здесь уже... Просто я перебью секунду, я просто недавно читал, опять же, в интернете какого-то вот местного краеведа нашел, ну, там записанный рассказ, столь местному жителю, что-то в этом роде, да, типа, пришли, Сырская, не так далеко от Сокольска, от того же самого, пришли в Сырская, мол, с той стороны грабить, коров угонять, получили от местных по роже, там, прям, так и написано, побили их мужики, но они отошли немножко и пошли в Сокольске, пять коров угнали, и, типа, вот, сюда считалось набегом. Да, и такие набеги были, да, то есть, это могло быть несколько человек, там, то есть, это вот, их задача была проникнуть и угнать... И угнать коров, и еще пар человек угнать. А человек, да, то есть, поэтому они не были, не заинтересованы были убивать, там, то есть, их задача, зачем, это можно было продать. Да, они же потом даже новых коров тебе развести, а в следующем году придешь. Абсолютно, зачем, они должны, во-первых, можно человек угнать и продать в рабство, то есть, это крупнейшие рынки, там, были рабовладельческие, значит, там, Крым, кочевники, да, вот, Крымские татары, крупнейшим поставщиком были, значит, и даже есть такая, в некоторых ситуациях, когда, например, Турция, вассалом, который являлся Крымское ханство очень долго, Турция начинала, планировала войну, какую-нибудь военную операцию, там, например, с Венецией, там, они воевали, то есть, там, да, И был заказ? Нужны были грибцы на Галеры, нужны кто? Нужен поток рабов. Тогда крымских, крымчан подбивали, они, значит, набег, чтобы пригнать туда рабов. На самом деле, там очень сложные были... И вот таким образом, набег на Венецию, он вызывает поцепочки, что люди приходят в Рязанское княжество, берут, да, потому что нужны рабы, значит, да, грибцы... Люди отправляются в отпуск в Венецию. Абсолютно, да, туда, это ситуация такая была, но здесь надо сказать, что это очень сложно, на самом деле, это я упрощенно говорю, да, в отношении с Крымским ханством. Мы с ними то дружили, мы им постоянно платили поминки, чтобы они откупались от набегов. То есть, дешевле было им заплатить, чтобы они, значит... У них постоянно шла чехарда этих ханов, там, ставленники, там, Турция то одного стояла, то другого. Наши там пытались каких-то своих, значит, ханов как-то там тоже... Это очень сложная политика дипломатическая была, но здесь надо иметь в виду, что, например, Золотоордынское иго окончательно мы сбросили только благодаря Крымскому ханству. Потому что когда, да, с большой... То есть, Золотая Орда распалась на много, значит, образования. Сраханское, Казанское, там, Крымское ханство. Была Большая Орда, которого стояние на Угре, там, и так далее. То есть, кто был нашим, значит, союзником, когда вот в этот период? Крымское ханство. Но когда Большая Орда перестала существовать, вот, то Крымское ханство стало, как бы, ее таким, значит, нашим соперником в этом регионе, то есть, основным. И Крымский хан, он считал, что, значит, московский царь, это, как бы, его вассал, и он, вот, это платит ему дань. Наши-то возили поминки, но Крымский хан считал это, как раз, что это дань. Но по большому счету, это были ежегодные выплаты. То есть, это от дани мало чем отличалось, но на самом деле, конечно, это был... Так, откупались. До какого времени платили дань? Ну, по-другому называют. Ну, дань платили почти весь 17 век, вот это, да, до Петровского времени, да, то есть, это было, откупалось, да. Ну, это обычная политика, откупиться, то есть, как бы, Византия откупалась тоже, там, от кочевников, откупалась от варягов. То есть, это ситуация такая распространенная была. Посмотри, ты рассказал прям интересную историю, на самом деле, и о важности этого вала, засечной черты. Тогда почему, если это настолько важно в истории нашей страны, если это настолько круто и масштабно в плане технического, технологического, почему китайская стена, с чего мы начали, да? Она популярна, известна на весь мир, а здесь мы сами об этом не знаем. Люди живут в Усмане и думают, что это насыпь от железной дороги, а не памятник мирового масштаба. И когда? Когда мы расскажем об этом всем? Сейчас. Это вопрос такой риторический, то есть, почему мы не знаем, то есть, ну, наверное, мало об этом говорим, хотя в последнее время, конечно, работа в этом направлении ведется. Ну, в Белгороде, например, у них брендом они пытаются сделать, абсолютно верно, потому что они обижают, что они говорят, что у нас Курская битва, которая была на территории Белгорода, она как бы Курская битва, и теперь Белгородская черта. То есть, как бы, ну, вот они, да, там фестивали проводят. У нас здесь тоже, мы, например, в парке тоже делали реконструкцию, делаем эти черты, но я как говорю, надо... Это вообще очень важный такой момент, который можно соединить, в туристическом плане должен соединить все... Межрегиональный бренд такой, да, то есть, должен соединить все области Черноземья, то есть, вокруг этого. То есть, если мы хотим сделать аналог Золотого кольца, это должна... Вот этим может стать Белгородская черта, потому что она соединяет, как такая нить, соединяет все области Черноземья, понимаете? Поэтому это очень важный момент. Что нужно для того, чтобы... Ну, вот мы для этого с тобой тут-то сидим и рассказываем, что это очень важный момент, интересный, что, да, это аналог черты... Потому что Китайская стена построена для тех же самых целей, против кочевников. Абсолютно нет. Только с другой стороны. Только они это делали из камня. И делали это раньше, и тоже очень долго. То есть, она там... Есть участки, где там тоже из земли сделаны, везде там она из камня. Есть из тростника. Вот, да. То есть, это тоже самый момент. Здесь, кстати, у нас тоже... Это же не просто... Это дерево земляное укрепление. Это не только вал. Это когда-то были сооружения из дерева. То есть, просто, где не было вала, просто стояла деревянная стена. Где-то там в пойме там, да. То есть, какая-то... Это система. Это систему... А из камня не строили. Потому что у нас камня особо-то и нет здесь. Да даже и был камень. И это хлопотно. Это не традиционно. Но камня в традиции нет. То есть, русский человек, он мастер делать все из дерева. Когда дерева нет, да, тогда камень. Не было... Это намного тяжелее. Это затратнее. У нас даже здесь леса мало было. У нас не строили срубы. Вот стена, да, то есть, это сруб по городовому. Очень редко. То есть, на каких-то самых опасных участках. А так у нас ставили обычный чистокол. Ну, иногда его усиливали. Там, значит, стоячий острог с обламом, так называемый. То есть, он... Это недоделанный сруб, так сказать. Да, то есть, вот он... Потому что это очень много нужно было леса. И смысла не было. То есть, главное остановить конницу. Зачем лишние усилия, лишний материал? Его и так мало. То есть, значит, вот поэтому... И поэтому стали постепенно... Роль земляных тоже, значит, сооружений, она стала возрастать. Поэтому все было рационально. Строили очень быстро, на самом деле. То есть, города, все города, крепости были в течение полугода построены, как правило. За полгода? За полгода. Они строились. Города строились, крепости за полгода. Плюс-минус полгода. То есть, приходили, рубили лес, там зимой захотавливали, начинали это все. И все достаточно быстро. Ну, это документировано, это факт 100%. Вот этот примерный срок. Александр, мне кажется, мы на сегодня уже достаточно рассказали интересных моментов. Будем продолжать бороться, будем пропагандировать, что... Однозначно. Усманский вал, ничем не хуже. Китайской стены, рано или поздно мы добьемся. Он даже лучше, потому что он наш. Да, он наш. Рано или поздно мы добьемся, к нам приедут все китайские туристы и потопчут Усманский вал. Все не нужны. Все не нужны. Еще и жалеть об этом будут. Все не нужны. Это был Олег Радивилов, рубрика «Голова профессора». Сегодня очень интересная тема, на самом деле, была. Ребят, если еще не подписались на наш канал, вот самое время, самое время. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, дальше будет еще интереснее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова